Поехали! И в заключение, позвольте, так сказать, последний вывод, не то что не менее, а на мой взгляд более важный, чем все то, о чем я говорил. И то, о чем я не успел сказать. История, конечно, гораздо длиннее того, чего я успел рассказать вам за это пару часов. Ведь, напомню, я рассказывал о 20-летней расследовании этой истории. И эта история, к тому же, еще не закончилась, то есть до конца не расследована. И выводы, конечно, в ней делать рано. До сих пор мы не можем понять, мы занимаемся спасательной операцией. То есть, соответственно, сохраняется вероятность, что мы застанем живыми кого-то из участников этой эпопеи. Вот кого-то из этих карликов про двух трупов мы уже знаем, которых уже не спасешь. А вот, кстати, можем ли мы спасти, помочь оставшимся, это большой вопрос. И мы до сих пор не знаем, мы занимаемся спасательной операцией или исследовательской экспедиции. Для осторожности говорю и тем, и тем. Но, не зная, вернее, не закончив эту историю, я думаю, что один безусловный вывод из нее я уже имею полное моральное право сделать. Несмотря на то, что до конца не уверен, с кем мы имеем дело. С человеком, с Homo sapiens, с нечеловеком, с каким-то существом, неизвестным, проживающим на нашей планете. Или с неизвестным существом, проживающим не на нашей планете. Я этого ничего не утверждал. Пока я, естественно, склоняюсь к последнему, третьему варианту. Но уверенно в этом себя и вас убеждать не могу. Но в одном, я уверен точно, и этот вывод готов вам, неутешительный вывод, готов вам сейчас уже сказать. Когда служил в погранвойсках, у нас было такое понятие, как учебный нарушитель. Объясню, в чем разница между учебным нарушителем государственной границы и просто нарушителем государственной границы. Есть заставы, где шпионы иностранные через границу лезут не так часто. Ну, на неудобных участках находятся. И там бывают заставы, в которых там по пять, по десять нарушителей в год ловят. И больше бывает. А бывают такие заставы на глухих участках, где нарушителей не бывают годами или даже десятилетиями. И солдаты, пограничники на этих заставах, ну, конечно же, потихоньку-потихоньку теряют свой профессиональный уровень, когда нет реального дела. А потихоньку-потихоньку они не то, что забывают, ради чего они служат, а просто теряют класс. И вот чтобы люди не застаивались, чтобы вовремя заметить какие-то недочеты или какие-то пробелы в наших умениях, в нашей системе охраны, время от времени до этого пускают учебного нарушителя. Причем пограничники, естественно, про это не знают, что нарушитель учебный. И действуют по нему как по реальному нарушителю. Ну, чтобы его не пристрелили в пылу схватки, естественно, учебный нарушитель не придет в голову отстреливаться. Он тоже жить хочет. А в остальном он ведет себя не просто как нарушитель, а как опытный нарушитель. Он-то, в отличие от нарушителей со стороны, знает участок границы. Вот поэтому учебного нарушителя ловить сложно. Он же свой фактически, он же знает наши хитрости. И тем более ловить сложно, потому что обычно его пускают тогда, когда видят, что что-то, так сказать, приуныли пограничники, что-то они совсем расхолаживаться стали. И вот в этот самый момент, когда они совсем забыли уже, совсем поверили в то, что кому придет в голову вообще, в чью дурную башку придет идея полезть на нашем глухом участке, на нашу территорию. Да так только дураки полезут. И вот именно в этот момент, что называется, на тебе и звучит команда о том, что нарушена граница. Для чего это делается, я сказал, для того, чтобы кошка не дремала и не разучилась ловить мышей. Но самое главное, для того, чтобы когда пойдет реальный нарушитель, естественно, там, наломав дров при ловле учебного нарушителя, там, сделав кушью ошибок, но исправив их, чтобы пограничники настоящего нарушителя уже, так сказать, действовали, не только понимали, а действовали по нему профессионально, слаженно и грамотно. Вот для чего существует учебное нарушитель. И вот к истории кыштымского карлика, а теперь я говорю к истории кыштымских карликов, я отношусь как к учебному, то к не нарушителю. Ну, можно сказать, что он нарушитель не государственной границы, а нарушитель границы нашей планеты. Ну, давайте назовем его так, чтобы никого не обидеть, учебным инопланетянином. Ведь мы не утверждаем, что он инопланетянин. Когда идет, когда ловят учебного нарушителя, ведь не утверждают, что это настоящий нарушитель. Просто действовать по нему надо как по-настоящему. Вот и сейчас, когда я называю кыштымских карликов учебными пришельцами, я тоже не подразумеваю под этим, что это реальные пришельцы. Просто про них подумали все. Все как один, все, кто видел Алешеньку, все до одного говорили, что это инопланетянин. Не сговариваясь причем, уж больно он выглядел не как человек. Уж больно он потрясал своим взором существа неземного. Всех поражал настолько, что все, не сговариваясь, называли его инопланетянином. Ну, раз все его посчитали инопланетяном, имею право назвать его учебным инопланетянином? Имею. Значит, а раз имею, значит, раз я называю его таковым, я имею полное моральное право поставить вопрос. И как же по нему действовали только не пограничники, а земляне? Как действовали вот по этому сигналу? Да, это был учебный инопланетянин, но на основе замеченных ошибок мы можем судить о том, готовы ли мы в случае, если пойдет настоящий, прилетит настоящий инопланетянин, готовы ли мы его принять? И что же в результате имеем? Оказывается, никто на момент появления Каштымского карлика не сомневался о том, что перед нами инопланетянин, о том, что это инопланетянин, говорили в поликлинике, куда его тело приносили. Что вы нам принесли, вашего инопланетянина, нам людей-то лечить нечем, а вы тут еще инопланетянина притащили. Идите и лечите сами, если хотите. Никто не придал большого значения, когда бабушка принесла этого предполагаемого учебного инопланетянина в милицию. Неинтересно было, у нас тут свои серьезные дела, вы к нам лезете со своими инопланетянами за покалеченного инопланетянина. На тот момент он был покалеченный, он был еще живой, но раненый. Как известно, уголовной статьи нет, как нет, из-за убийства инопланетянина. Можно сесть в тюрьму или как минимум получить условный срок за то, что вы покалечили человека или убили человека. Или покалечили или убили животное. Не дай бог оно в красной книге. А если вы покалечили или убили инопланетянина, то вам ничего не будет. Я вас уверяю, такой статьи нет. И, соответственно, и милиции нет никакого. Нет статьи, нет дела. И внимания никакого нет. В общем, одним словом, не буду пересказывать все злоключения несчастной и ныне покойной бабушки Просвириной, которая с этим учебным инопланетянином ходила по инстанциям и пыталась в нашем нелегком мире человеческом и вроде бы, так сказать, цивилизованном мире найти тех, кто отнесся бы к этому учебному инопланетянину как к представителю дружеской, братской цивилизации. Как ни странно, вот эту несчастную покойную бабушку, все, так сказать, и кто знал ее, кто не знал, все так огульно называют. Ну, сумасшедшая, что с нее возьмешь? Ну, как ни печально признаться, вот именно эта сумасшедшая проявила по отношению к учебному инопланетянину наиболее цивилизованные, наиболее человеческие чувства сопереживания и сочувствия. Да, к счастью, так сказать, были и другие, были и соседки, дай бог им здоровья еще живые соседки, которые его кормили. Да, была невестка недавно помершая, которая как-то помогала своей свекрови. Да, были соседи по подъезду, которые, ну, как минимум, сопереживали, правда, только на этом их помощь и закончилась. Да, были милиционеры, часть из которых настолько была потрясена эта история, что уволилась из милиции. Вот я говорю не только о Бендлине, есть еще, так сказать, другие прецеденты среди милиции. Правда, есть милиционеры еще, проходящие службу. Ну, это отдельная тема. С одним таким милиционером я познакомился только сейчас, две недели назад. Он скрывал свое имя и рассказал свою версию истории, что называется, взгляд с его стороны. Ну, одним словом, я не буду здесь читать долгие морали и ругать отдельных людей, отдельно взятых, делая вид, что вот я бы на их месте или мы бы на их месте. Давайте не будем, ни я не буду этого делать, и каждый из нас не будет многозначительно говорить, как бы он поступил на их месте. Вот когда вы будете на их месте, поступите, пожалуйста, так, чтобы вам потом не было стыдно, и чтобы я потом не объяснял, почему поступили так глупо. Ну, дай бог, чтобы мы все сделали на основе этого учебного инопланетянина какие-то хотя бы небольшие для себя выводы, хотя бы просто допустили на мгновение такой вариант, что когда-нибудь и вы столкнетесь с подобным, только уже не учебным, а настоящим инопланетянином. Дай бог, чтобы это было, и если это произойдет, то я очень сильно надеюсь, что вот такие ошибки, которые сплошь и рядом мы все допустили, не они, я подчеркиваю, я не перекладываю всю вину тех чиновников, алкашей и прочих, так сказать, асоциальных элементов, которые сыграли в истории Каштымского карлика зловещую роль. Я говорю не они, а мы виноваты в том плане, что эти все асоциальные элементы, это ведь мы и мы все вместе, мы с ними и есть наша цивилизация. И о нас всех судят не в среднем и в целом, и оправдываться, что мы лучше, глупо, тем более, что оправдываться поздно как минимум двух существ мы уже потеряли. Живы ли остальные существа неизвестны, но к трагической новости я готов и здесь. Одним словом, заканчиваю сегодняшний разговор перед паузой или перед вопросами, одним словом, давайте относиться к этой истории, не, конечно, спорить о том, кем являлись каштымские существа, можно и нужно, но вне зависимости от исхода этих споров, один бесспорный итог этого происшествия, увы, так сказать, налицо, и он, подчеркиваю, он бесспорен. Как показал этот учебный инопланетянин, учебный нарушитель, мы к контакту с иными представителями иного разума не готовы. То есть, если бы оказалось, что тот, кого мы все принимали, каштымцы все принимали, все как один принимали за инопланетянина, если окажется, что он в реальности и есть инопланетянин, то, боже мой, какой позор для нас всех, не для каштымцев, а для каштымцев это часть нашей с вами цивилизации, даже не страны, а часть нашей цивилизации. Мы все и есть те самые каштымцы, мы все и есть эти земляне. Те самые земляне, которые, увы, так сказать, позорно встретили иных представителей вместо красных дорожек, журналистских расследований, журналистских пресс-конференций и встречи на высоком уровне с нашими президентами. Извините, как бы сказать, вместо всего этого позорной встречи с пьянчуками, обкидыванием камнями и в конечном итоге смертью. И пусть, так сказать, сказанное мной не является таким уж навязчивым норовоучением, боже упаси, никому не хотел морали читать, но заканчивая все-таки сегодняшний разговор на оптимистической почве, на неоптимистической ноте. Все-таки хороших людей, на мой, я оптимист и считаю хороших людей гораздо больше, и шансы, перспективы у нас, как у космической цивилизации, все-таки есть. И я это говорю не просто потому, что я безнадежный оптимист, ни на чем, так сказать, не основывающий свое глупое оптимистическое мнение, а на основе того, что в прошлом году мы для того, чтобы люди задумались об этом учебном инопланетяне, мы сделали памятник этому существу, не написали на нем памятник Алешеньке или памятник инопланетяну, или еще не конкретизировали, кем или чем являлось это существо, точнее, существо. На памятнике написано «Кыштымскому существу». Именно так, в неопределенном роде. В прошлом году вандалы, и мы догадываемся, кто были этим вандалами, уничтожили этот памятник. Две недели назад мы его восстановили, но мы просто обязаны были это сделать, я считаю, несмотря на то, что мы никому не подписывались, мы никому ничего не обязаны, вроде и делали все и тогда, и сейчас за свой счет, но мы не могли этого не сделать, потому что пока мы там были, мы постоянно видели кыштымцев и челябинцев, и уральцев, и россиян, которые туда приезжали, которые очень переживали за это происшествие, которым было очень стыдно за вандализм отдельных наших земляков, отдельных, подчеркиваю, вот их действия были порицаемы и буквально всеми, а действия тех, кто сделал памятник, приветствовались, и люди сопереживали. И если это сопереживание есть, искреннее есть, я подчеркиваю, вот это не могло в нас не вселить надежду и уверенность, что мы с вами хоть и дрянная, юная, дрочливая, глупая цивилизация, которая вот так вот с учебным инопланетянием зверски оброшлась, но все-таки мы хорошие, где-то глубоко в душе, глубоко в душе, и мы все-таки делаем выводы на своих ошибках, и поэтому имеем право, наверное, на какое-то снисхождение. Ну, как имеют право на снисхождение дети, которые в детстве совершили какой-то там нехороший поступок, который в кого-то кинули камень, но потом, повзрослев, все-таки устыдились этого. И все-таки надеяться где-то глубоко в нашей детской, бывшей детской, теперь взрослой душе, есть теплится надежда, что мы свою ошибку исправим. Вот если это случится вновь, я надеюсь, что нас слышат не только люди, но и те, кто, так сказать, может быть, слышат нас вне нашей планеты, если она нас слышит, то, наверное, они согласятся. Второй раз можно рискнуть, пусть к нам прилетают, и я надеюсь, во второй раз получится уже не так глупо и не так плохо. Ошибки мы поняли, в ошибках признаемся. Давайте попробуем еще раз. Вот на этой оптимистической ноте позвольте мне сделать паузу и вернуть голос, вещающий на этом радиоканале нашему замечательному радиоведущему. Благодарю тебя за столь интересное повествование. Перед тем, как сделать отбивку в виде музыкальной паузы, чтобы наши слушатели, да и ты, тоже немножко отдохнули, после услышанного и после того, что ты нам интересно рассказал, я хочу перед музыкальной паузой все-таки себя вставить чуть-чуть, немножечко реплик. Во-первых, на мой взгляд, кажется, что все-таки не совсем эта цивилизация наша, которая сейчас существует, она навязанная нам. Это не наш принцип существования. Все изыскания, которые и проводил я лично, и другие люди, уважаемые, они указывают на то, что как-то по-другому все-таки у нас что-то было. И подтверждением тому является, вновь в случае у людей, которые имеют русскую генетику, то, что мы все-таки очень открыты и всегда любую беду встречаем. Но навязанные условия жизни, навязанная цивилизация и наше согласие через свою собственную, может, какую-то недальновидность где-то местами или через задурманивающие средства, которые сейчас очень распространены, они сделали свое дело. И здесь уже, наверное, надо констатировать, что, правильно ты сказал, если ребенок, он глупый, но с возрастом бывает так, что поумнел, и потом ему стыдно за что-то, и это хороший фактор, что совесть просыпается, то те дебилы, которые выросли, дебилами остались, они себя будут как дебилы дальше вести. Но самое неприятное, что всегда судят по тем представителям о всем народе и о всех представителях так называемой цивилизации, о тех, с кем встретились. Вот встретились с мальчишками, которые камни кидали, значит, будут мысли о том, что и все будут камни кидать. Встретились с тем, кто задницей садился на этого несчастного Алешеньку, ну, значит, и будут так думать, что здесь встречают инопланетяна, задницами давят и так далее и тому подобное. Поэтому первое, что мы не все такие плохие, это однозначно, я с тобой полностью согласен. И цивилизация – это не наша. Это вот от меня уже такой посыл. Нам это нужно исправлять. Исправлять через что? Через оздоровление. Оздоровление, ну, в первую очередь, мыслительное, ментальное. То есть надо перестать употреблять любые наркотические вещества. То есть перестать употреблять любую гадость. Во-вторых, необходимо осознать, что все-таки наша история, ну, наше наследие, оно очень древнее. И в этом древнем наследии, помимо того, что про нас там кто-то что-то рассказывает, очень много положительного. Великодушия, мудрости, здравомыслия и так далее. Не может быть у столь бедного психически и душевно бедного народа столь великие сказания, предания и вообще древняя какая-то культура. Не может это нонсенс. Поэтому, если мы смотрим на наше наследие, мы понимаем, что в древности это наследие нам могли оставить только великие предки. Вот когда мы все это сложим вместе, когда мы посмотрим на эти территории, которые у нас до сих пор сохранились, когда мы посмотрим на те народы, которым мы помогли выжить на этой земле, которые бок о бок с нами многие тысячи лет жили, и которым мы давали самое лучшее грамоту, знания какие-то, когда принимали к себе на равных, грубо говоря, то в этом случае тогда мы, наверное, осознаем, что не все так плохо, как про нас говорят. И те условия жизни свинские, которые нам навязали, это не наши условия жизни. И вот тогда ставим все на место. Мы перестанем давить задницами в пьяном угаре инопланетян. Мы перестанем забрасывать в малом возрасте камнями тех, кого встретили, потому что с малолетства будут люди понимать, что такое достоинство и как надо себя вести. И жизнь наша наладится. Мы станем хозяевами своей земли. А это очень важно. Появится здравом мысль. Итак, отдыхаем сейчас. Две минуточки, небольшая пауза. И после этого продолжим уже разбирать тему через вопросы, которые поступили в чате нашего радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 3 августа 2016 года среда, по одному из старинных 33 день месяца получения даров природы 7524 лет асьмится. Итоги экспедиции Киштин-2016. Такова тема сегодняшнего эфира. Главный соведущий Вадим Чернобров. Мы переходим к вопросам, которые были заданы в чате Народного славянского радио. Напоминаю тем, кто еще не в курсе, что вопросы мы принимаем именно из чата. В чат можно попасть, найти слово «чат» на сайте Народного славянского радио. «Славомир.орг». А сам сайт можно найти в любом поисковике, набрав «Народное славянское радио». Ну и после этого вам достаточно будет зарегистрироваться, придумать себе логин, пароль и указать e-mail, куда придет к вам ответ или какие-то технические дополнения, дополнительные, может быть, вопросы или там что-то еще. И, в общем-то, это делается один раз. После этого вы уже полноценный пользователь. Будете общаться со своими друзьями, можете задавать вопросы в живой эфир. И, в общем-то, помогать этот эфир делать лучше. Итак, напоминаю, что у нас шел уже четвертый час. Мышки плакали, грызли кактус. Но не переставали это делать. Итак, в самом начале у нас поступил вопрос следующего содержания. Это было прямо в самом-самом начале передачи. Четвертая минута шла эфира. Вопрос эфир от семьи Владимира из Мытищ. Вадим, как правило, на средних и крупных водоемах всегда можно найти владельца нормального эхолота, позволяющего строить рельеф дна и отображать плотность подводных объектов цветной гамме. Даже если они покрыты слоем ила. Вы не пробовали прочесать дно озера, где видели группу карликов, эхолотом на предмет поиска аномальных объектов? Ну да, правильно. Ведущий сделал замечание, что этот вопрос был задан в самом начале. Я надеюсь, радиослушатели где-то в середине моего разговора. Уже поняли, что это все было сделано. Мы это сделали, да. Правда, вот одно но. Человек сказал, что на любом водоеме можно найти владельца и так далее. Что-то, мне кажется, мы о разных водоемах, видимо, или разные представления имеем о водоемах. И о владельцах. Да, о владельцах, да. Как ни странно, вот в Кыштыме в предыдущие годы у нас была ошибка. Мы тоже думали, что лодок там много, рыбаков много, и эхолотов мы на месте найдем. Ну, на время. Но конкретно в Кыштыме это оказалось очень сложно. Ну, описывать почему, на мой взгляд, не буду. Но констатирую факт, что теперь нам пришлось, так сказать, привозить с собой. Но если, опять же, человек, который задавал этот вопрос, для него, может быть, действительно легко холот достать, тем более там хорошие трехмерные холоты, что нам, например, очень нужен. Может быть, он нам в этом поможет. Но, что называется, пока у нас такого нет. У нас есть геолокатор. И эхолот одномерный, не трехмерный. А так в Кыштыме оказались или эхолоты не той системы, или просто жмоты владельца хороших эхолотов. Нет, видимо, рыбаки там как-то без охотов. Обходятся без этого. Да, да. И так, знаете, прикормленные места. Ладно, ну, конечно, я шучу, я никого не хочу обидеть. Вопрос к Вадиму от Геннадия из Твери. Вадим, удалось установить, кто все же эти существа? Ну, повторюсь, пока я уверенно, естественно, так не могу утверждать. Но из всего вышесказанного, я надеюсь, вы сами свое мнение составите. Но, конечно, надо быть совсем... Либо надо не прослужить, ну, пропустить эту передачу, либо иметь очень веские доводы, о которых я не знаю, чтобы возражать против версии, что это нечто неизвестное науке. Ну, я бы сейчас еще добавил слово «нечто внеземное». Ну, что называется, пусть его добавят каждый по своему усмотрению. Во всяком случае, я настаиваю на том, что версия, которую я читаю в скептических замечаниях, что Демол, как всем известно, это чешский выкидыш, она не имеет ничего общего с реальностью. И, кстати, еще добавлю такой маленький штришочек против версии с выкидышем. На мой взгляд, очень объективное мнение одного из специалистов, который присутствовал при осмотре. Он обратил внимание, что костный скелет, состав костей и состав зубов этого существа соответствуют взрослому состоянию. То есть, ни о какой аналогии с детским скелетом там речи быть не может, потому что в скелете кыштымского карлика абсолютно отсутствовали хрящи. Это обязательный элемент для детского скелета, напомню. В частности, хрящи отсутствовали в черепе. Плюс к этому напомню о том, что патологоанатомы отметили, что у трупа был полный набор зубов. Зубы плохо видны на видеозаписи, но при осмотре у патологоанатомы это отметили. Подчеркиваю, полный набор зубов. Могу еще раз, конечно, повторить, но я надеюсь, среди наших радиослушателей не найдется людей, которые будут утверждать, что у младенца, пусть даже мутировавшегося, может быть такое сочетание. И полный набор зубов, и плюс еще полное отсутствие хрящей. То есть, иными словами, кем бы это существо не было, хомо сапиенс или не хомо сапиенс, это существо взрослое. Тем более, еще, так сказать, маленький штришок, я напомню. Конечно, о бегающих младенцах или о бегающих выкидышах, конечно, мы даже всерьез и говорить-то не будем. А эти существа бегали, и, судя по всему, очень даже неплохо. Хотя бы потому, что пацанам далеко не с первого раза удавалось по ним попасть камнями. То есть, захочешь выжить, еще и не так побегаешь, конечно, но выкидыши бегать не могут в любом случае. Ну, то есть, на лицо это взрослые особи только очень маленького роста по сравнению с нами. И, скорее всего, по всем признакам, это не нашего вида существа. Абсолютно так. Хорошо. Хорошо. Дальше. Вопрос эфира от семьи... Так-так-так-так-так... Да. Еще один вопрос от семьи Владимира Зматищ. Вадим, вроде бы ты говорил, что знаешь, где сейчас находятся останки карлика. Ты действительно знаешь или не знаешь, но хочешь, чтобы владельцы останков карлика, услышав это заявление, начали суетиться и выдавали себя своими действиями? Ну, я имею такой, как сказать, не хочу сказать информатора, но время от времени я получаю информацию вот от этих владельцев. Ну, напомню, главный владелец умер несколько месяцев назад. Ситуацию с современными, ну, с его правоприемником или с наследником я не очень сейчас понимаю, но думаю, что очень скоро, мне, так сказать, негласно об этом сообщат. Так что я не произносил имя этого человека только с одной целью. Не хочу делать ему рекламу. Ну, в смысле, уже не ему самому, поскольку он уже в мире ином, а его организации, его наследникам. Хорошо. Зачем? Они захотят, может быть, продать, а я вот тут буду заниматься рекламой, накручивать им цену за этот товар. А может, они, наоборот, очень хорошие люди скажут? Вадим, да, на, держи его. Ну, если скажут, я, естественно, не только возьму свои сомнения обратно, извинюсь за какие-то, может быть, не очень хорошие слова. Ты еще в СМИ публикуешь это. Я, не сомневайтесь, я всегда о добрых людях, всегда... Только добрых. Только с добром, да. Да. Хорошо. Еще один вопрос от семьи Владимира Зматищ. Очень интересно, спрашивает Владимир. Какие конкретно приборы вы берете с собой в экспедиции? Как измерять информацию пространства-времени в зонах аномалий? Если, конечно, измеряете. Ведь даже в лабораторных условиях это сделать очень сложно. Ну-ка, давай рассказывай, как ты там что измеряешь? Ну, в данном случае такие, такого рода приборы, по крайней мере, сейчас нам не понадобились. Хотя, что называется, в любой момент могут. Видимо, человек имел в виду не геолокаторы, о геолокаторе я упоминал. Его мы активно принимали, применяли в этот раз. Видимо, он имел в виду кварцевые генераторы и другие устройства, приборы для изменения пространства временных искривлений. Таковые тоже, так сказать, делаем и используем. Но, что называется, но не на этот раз. То есть, может быть, человек, я не знаю, в теме или нет, возможно, он имел в виду, что вот такого рода приборы мы активно используем. И, к слову сказать, они хорошо себя зарекомендовали при изучениях мест посадок НЛО. Но в данном случае посадка, точнее, зависание НЛО произошло над водой. И, соответственно, сам объект, по нашим данным, находится теперь под водой, под слоем ила. И вот на таком расстоянии пока что, ну, честно скажу, мы не пробовали измерить пространство временные искривления вот на таком расстоянии. Но, думаю, что, возможно, они гасятся очень сильно слоем ила и воды. Но, если будет расстояние чуть поменьше, наверное, имеет смысл их применить. Но, как вы поняли, не сейчас. Следующий вопрос от Геннадия из Твери. Вадим, примерная территория расселения или проживания этих самых Алешек, ее удалось установить? Ну, давайте слово Алешек во множественном числе не употребляют. Существ. Алешенька был один. Один из них. Значит, могу сказать, озеро, все эти события, о которых я сегодня повествовал, все происходили вдоль берегов одного озера, Анбаш. Ну, озеро на карте легко найдут, оно находится южнее города Кыштым. Значит, само озеро от средних размеров, километра два, может быть, максимум. То есть, оно небольшое и немаленькое. Ну, плюс еще, вот имейте в виду, что не просто там возле берегов все это происходило. Конечно, уходили где-то там на километр, может быть, там чуть больше. Но в любом случае это достаточно компактный и небольшой район. То есть, берега озера плюс километр. Вот, считайте, можете даже в квадратных километрах эту площадь вычислить. Хорошо. Интересно, как они зимой живут, чем питаются? Очень хотел бы знать, да. Все, к слову сказать, все показания очевидцев говорят о летнем периоде. Но при этом в разные года. То есть, соответственно, как минимум несколько зим эти существа пережили. И напомню, второе существо погибло в 2002 году, через шесть лет после этих событий. То есть, как минимум пять зим перезимовали. То есть, это внушает, естественно, мне оптимизм, надежду на то, что они имеют шансы прожить их. До сих пор вообще жить. Ну, а если это биороботы, к примеру, то, в принципе, наверное, там могут они еще больше жить. Хорошо. Вопрос эфира от Владимира из Калуги. Вадим Александрович, здравия. Что будете делать, если в результате поисков найдете не очевидцев, а реальных Алешенек? Часто мы этот вопрос обсуждаем в своем кругу. Поверьте, так сказать. Я в одном уверен, что мы не будем делать, мы не будем на них наживаться и рассматривать их как коммерческую и иной товар, или патилитический товар. Одним словом, мы постараемся отнестись к этому максимально гуманно и максимально человечно. Очень бы не хотел, чтобы нам помешали в этом плане. Поэтому я, конечно, могу и конкретный свой план изложить там пошагово. Ну, во-первых, я боюсь, что это будет выглядеть дележкой шкуры неубитого медведя. Знаете, как-то смешно рассуждать, куда мы обратимся, где мы поместим это существо. Естественно, мы продумывали этот алгоритм. Но еще раз говорю, не хочу показаться смешным, во-первых. А во-вторых, если вдруг это все-таки произойдет, не хочу, чтобы мы вот таким хвастовством заранее я сам себе бы навредил. То есть, иными словами, мы сделаем все максимально гуманно. Но, конечно, исходя из своих возможностей. Безусловно, наши возможности не безгонечны и не безграничны. Хорошо. Следующий вопрос. Геннадий из Твери, Вадим. И все же, Алешеньки, жильцы Мидгарда земли или пришли? Ну, то есть, здесь они изначально были на нашей земле или откуда-то прилетели? Что называется, я так или иначе уже отвечал на этот вопрос. Ну, в том плане, что не знаю. Но косвенно вижу, с одной стороны, и доводы в пользу земного происхождения, и доводы против этого происхождения. Доводы за то, что это земные существа, это то, что они достаточно живучие. То есть, ну, как минимум шесть лет они прожили. Вернее, шесть зим, это я про второго существа сказал. А некоторые другие особи ведь дожили до 2010-х годов. То есть, они, может быть, и до сих пор живут. То есть, они прожили как минимум лет 15. Я сказал про шесть лет, имея в виду существа, погибшие в 2002-м. Естественно, если бы это были существа, которые не могут там дышать кислородом и не могут питаться нашей пищей, конечно, они бы не сумели этого сделать. Без своего корабля, без искусственных каких-то приспособлений, а просто бега по лесам и полям. Значит, наша природа, наша пища, наш кислород, ну, как минимум, им не чужд. То есть, не сильно вреден. Я не хочу как бы сейчас раскрывать одну из наших служебных тайн. Одна из наших версий, которую мы пытаемся проверить и которую используем как ключ в поисках этих существ, мы исходили из того, что, из предположения, что эти существа все-таки внеземные. Это, так сказать, другая сторона моего ответа. И им тяжело на нашей планете. Вот доводы против, в доводы за эту версию, это то, что мы имеем дело с небелковым существом. И в этом случае, вот теперь, так сказать, внимание, включаем логику, чтобы выжить на нашей планете без своего корабля, без своих технических устройств, им нужно где-то найти источники их привычного пропитания, источники, которые могут им помочь. И в этом плане, весьма, так сказать, интересные мы выстроили логическую цепочку, по которой мы пытаемся эти существа найти. Мы встаем на их точку зрения и думаем, куда мы бы пошли. Я только одну подсказку скажу. Я бы на их месте пошел бы к заводу по производству аммиачного удобрения. Так вот, почему у них эта кража-то теперь понял. Они что-то писали, что у них там все ясно теперь, кто у них ворует этот мякл. А потом у нас, не выражая, пшеница начинается. Я намек сделал, и теперь вы поняли, где мы устроили им засаду. Но пока, к сожалению, засада ни к чему не привела. Но она имеет смысл, эта засада, при условии, что наша логическая цепочка верна. И вернул предположение, что эти существа не наши, не земные. В этом случае они непременно придут, ну, как мы бы на другой планете. Вот представляете, не дай бог, что называется, кому-то такого пожелать. Но если мы полетели на чужую планету, и там чужие для нас условия, ну, слава богу, по крайней мере, не смертельные. То есть, выжить мы можем, но питаться нам надо. И вот мы узнаем, что где-нибудь там производят они местное удобрение, а это местное удобрение для нас питательно. Их навоз для нас подходит. Да, их навоз, то, что они считают бросовым мусором, или там то, что они выбрасывают просто как на поля, для нас оказывается там... А это пир духа прям какое-то. Да-да-да, и вот где надо ловить, так сказать, наживца. Вот тут-то нас и поймали. Ну, ладно, хорошо. Вопрос эфира от семьи Владимира Измытича. Вадим, почему вы не создаете полноценных научно-документальных фильмов про свои экспедиции и про их результаты? То есть, по их результатам. По моему мнению, в данный момент освещение деятельности космопоиска ограничено кустарной съемкой публичных выступлений. Я даже спорить не буду. Да, ведь публикация профессионально оформленных результатов важна для близких людей. Кроме того, время идет, информация забывается и тянется. Не все, что хочется сказать и показать, удается вместить в рамки лекций. Почему космопоиск не уделяет внимания сохранению столь важной информации в полноценно оформленном виде? Я даже спорить не буду, потому что я с этим согласен. Но нельзя сказать, что мы совсем ничего не делаем. Да, иногда выпускаются какие-то фильмы. Но действительно делаются, может быть, не первостепенные наши занятия. Но если кто-то возьмется за это дело, я буду целиком за. Сам я давно для себя уяснил, что либо я занимаюсь организацией экспедиции, и тогда это полноценная научная поисковая экспедиция, либо я занимаюсь организацией кино. И тогда это кино, может быть, и получится зрелищное, но это будет кино, а не полноценная экспедиция. То есть я за то, чтобы был человек, который занимается кино, а я занимаюсь расследованием. И тогда будет всем хорошо. Но, с другой стороны, могу немножко, чтобы совсем не прибедняться, сказать, зато у нас самые лучшие в космопоиске, самые лучшие книги, энциклопедические издания, справочные издания. Я за это ручаюсь, лучшие научно-популярные книги, энциклопедии по уфологии, по аномальным местам, лучшие в том смысле, что ставшие классическими, это наши, поэтому этого никто не превзойти, не, так сказать, даже приблизиться к этому не смог. Единственное, что могут, это плагиатить и без ссылок перепечатывать. Это да, это можно. Но про фильмы я уже согласился. Так что считайте мое согласие как призывом к любителям, к журналистам, сценаристам. Хотите, я вам уступаю эту возможность. Ты прямо как в анекдоте, я думал, сейчас ответишь. А зато у нас песни красивые. Ну ладно. А зато у нас девушки красивые. Ну да, можно и так, которых поют красивые песни. Геннадий из Твери. Вадим, не помню название озера, но поймешь, что с котлами? Стало ли известно о них что-то новое? Ну, видимо, автор... У меня есть несколько вариантов того, что автор хотел спросить. Понимание, несколько вариантов понимания. Да, потому что озер я знаю много, котлов тоже много. Но, видимо, я так думаю, что он имел в виду котлы, которые, правда, не на озере, а на реке Вилюй. Это в Якутии. Если так, то тогда, могу сказать, экспедиций было несколько туда космопоиска. Значит, материала набрали много. И людей там несколько нашли очевидцев, которые могли бы показать. К сожалению, самый важный для нас очевидец – местный краевед, долго гулявший по тундре, по якутской. Речь идет о Якутии, напомню. Это места очень отдаленные. И вот мы нашли все-таки очевидца, способного нам показать, вывезти на эти котлы. Но, к сожалению, очевидец этот стал инвалидом. Ну, годы, видимо, уже так такие. И больше он по тайге, по тундре не ходит, к сожалению. Но есть шанс, если среди наших радиослушателей, например, наберется хотя бы несколько человек, таких сильных духом и телом, потому что это только не слабые люди могут рискнуть пойти такой маленькой группой по тундре, и если таковые найдутся, то устроить очередной рейд в тундру можно хоть завтра. Ну, не хоть завтра, желательно летом. То есть пока лето не прошло, если сейчас не удастся, то на следующее лето. Вот сейчас мы набрали добровольцев, таких вот смелых парней. И я уже говорил в начале, завтра они начинают восхождение на гору мертвецов. Я уже был на этой горе, это уже не первая наша экспедиция, но вот одна из первых, когда набрали много людей, желающих. Вот, ну, не знаю, что из этого получится. Давайте, так сказать, пожелаем ребятам удачи. Вот точно так же можем набрать и в любую другую точку страны. Вот с этими котлами ситуация пока не законченная. То есть пока не найдем, пока вот эта история детективная, там очень много сомнений, там очень много доводов, там очень много вариантов и очень мало уверенности, потому что огромные пространства и в таком, как бы сказать, в телевизионном варианте или в желтом варианте газетном, это выглядит слишком просто. Ну, примерно как пойти москвичу в парк имени Горького и найти там среди фонтанов какой-нибудь фонтан в виде котла. Вот это примерно так. И почему это до сих пор не сделано? Ну, люди, слабо представляющие якутские просторы, просто не понимают. А те, кто туда добирается, ну, как правило, либо ничего не находят, либо просто эта поездка превращается в такое спортивное мероприятие. Пролетели на вертолетике, что называется, отметились, фильм сделали, вот мы на фоне якутской тайги, или проплыли на лодке и тоже, так сказать, сделали замечательные сюжеты. Оно для сюжета прекрасно, не спорю, даже завидно, но искать надо по-другому, искать надо по наводкам очевидцев. Ну, что называется, в конце концов, надо отодрать свой зад от мягкого кресла и с рюкзаком идти. Пока что я в прежние годы туда ходил, но не нашли, но с тех пор мы нашли новых очевидцев, поэтому шансы у тех, кто пойдет еще раз, всегда больше, чем шансы у тех, кто шел до них. Вопрос в эфир, Дмитрий из Торонто. Поясните, карлик наш друг или нашего рака благодарет? Ты уже ответил на этот вопрос, так что можем не отвечать. Ну, тем не менее, я отвечу, если он из Торонто. Если есть желание, если действительно Торонто, то самое Торонто, то, пожалуйста, освежитесь со мной, если вам интересны вот такие расследования. И, возможно, я вас попрошу кое-куда съездить недалеко от вашего замечательного Торонто. Правда, это будет совсем другая история, не связанная с Каштымским карликом, но не менее интересная история. Мы ее касались как-то в одной из передач. Речь идет о путешественниках во времени. Если вам интересно, если вы не просто радиослушатель пассивный, но и хотите принять участие активное. Давайте следующий вопрос. Хорошо. Геннадий из Твери читал недавно в журнале одном, что тело Алешеньки упокоилось где-то в Крыму. Тело Алешеньки упокоилось где-то в Крыму. Виновники сектанты. Да. Я только слово сектанты не произносил. Все остальное я подтверждаю. Но, опять же, оговорку сделаю. Это по последней версии, которую эти самые граждане озвучили. То есть, до этого они утверждали, там еще было несколько других вариантов, куда карлик одели. А это самое последнее. Я уже посмеялся над ней. Мне она искренне кажется смешной. Да, даже не глупой, а смешной. Поскольку, якобы, они труп перевезли через две таможни. То есть, закопали под Симферополем. Но в те годы, когда они это сделали, это не сейчас было сделано, а в те годы, когда было сделано, нужно было пройти через две таможни. Сейчас, если они на самолете, конечно, полетят, все равно надо через досмотр проходить. Но тогда это не только предполетный досмотр, но еще и таможенный досмотр. А тащить через две таможни труп в чемодане, извините, смешно. Поэтому версию я эту всерьез не повторяю. Ну вот Дмитрий написал. Да, да, то самое Торонто. Как связаться? Ну, пусть свяжется со мной через контакты, например. Если не найдешь контакты в ВКонтакте, то в этом случае тогда выходи на сайт радио, там есть обратная связь, напиши нам и передадим информацию. То есть, любой вариант подходит. Да, согласен. Дальше смотрим. Добрый вечер. Вопрос Владимиру Черноброву. Есть ли новости по кругам на полях из недавней экспедиции много в Кубански этим летом? Александр. Да, экспедиции много нон-стопом проходят. И сейчас вот я рассказываю, у нас экспедиция немножко в том районе идет. Я за ней слежу, естественно, как и за многими другими. Значит, сезон географический, то есть сезон кругов на полях в Наокубанском районе прошел. То есть мы там весь этот сезон были. К сожалению, был момент появления кругов. Мы заметили его. То есть все сопутствующие появления кругов явления были. Мы заметили азимут. Но вот, увы, такое тоже бывает. Не всегда наша охота заканчивается в нашу пользу. В данном случае поиски ни к чему не привели. Ну, естественно, мы делаем выводы какие-то. Пытаемся сделать выводы. И на будущее пытаемся сделать выводы. Значит, ну, к этому добавлю. Я говорил сейчас о подлинных кругах на полях. Возможно, вы читали в прессе, в новостях, если загуглите, были сообщения другие о кругах на полях. Значит, мы все проверили. Подлинных кругов пока что, из всех озвученных сообщений, подлинных кругов не было. В том числе самая, так сказать, нашумевшая, она красивая, безусловно, формация в Краснодарском крае была. Она попала в новостные ленты, она попала в телевизионные новости. Но в реальности оказалась хорошей подделкой. Это меня настораживает, потому что подделки, конечно, были и в прошлые годы. Но уже два года на территории нашей страны действует человек, посредник или там уполномоченный, не знаю, как его должно звучать. В общем, это люди или филиал одного американского фонда, который финансирует на территории всех стран, не только России, всего мира. Он финансирует исследования кругов. Естественно, эти результаты скапливаются и не публикуются. Но также финансирует создание подделок, вот как в данном случае, и уничтожение подлинных кругов. Почему я сказал, что я озадачен тем этим? Потому что, естественно, мне не нравится ни первое, ни второе, ни третье. Я не против, если кто-то занимается исследованием. Но, во-первых, это делается втайне, и мы об этом ничего не знаем, и с нами никто не делится, хотя нашими материалами, естественно, они пользуются. Поскольку они открытые, они публикуются, и, может быть, и сейчас нас слушают. Привет им большой. Значит, сами же не делятся, и что в результате там копают, и куда это уходит, мы лишь знаем по косвенным данным. Но еще больше мне не нравится то, что платят деньги за уничтожение подлинных пиктограмм. То есть, если они, не дай бог, успеют первыми, то в идеале они после фотографирования измерения, их идеальный, так сказать, вариант, если они вообще запашут это все. Значит, естественно, мы с этим будем бороться. Мне такая ситуация не нравится. Ну, и точно так же мне не нравится то, что оплачивают создание поддельных кругов. До этого, подчеркиваю, подделки делались, но это делалось, что называется, из любви к искусству, просто ради прикола, и делалось это, ну, не совсем профессионально. Это было гораздо проще вот эти подделки расколоть. Сейчас два года пошли подделки очень высококачественные. Если кто-то их по-прежнему захочет и сделает подделку бесплатно, ну, в любом случае я недоволен, конечно, буду. Но в этом случае хотя бы я еще и посмеюсь и скажу, ребята, вы бесплатно работаете на американского дядю, который мог бы вам заплатить гораздо больше. Но если все-таки вами движет не жажда золотого тельца, если вы хотите не заработать денег, а получить удовольствие, то все-таки лучше, если вы будете не подделывать круги, а заниматься с нами расследованием настоящих. А это уже совсем бесплатно, но удовольствия вас сто крат больше. Так что подумайте, прежде чем в следующий раз заниматься такой, мягко выражаясь, диверсионной, научно-диверсионной деятельностью на территории нашей страны. Это, так сказать, не просто плохо, это обязательно плохо закончится. Я не буду дальше продолжать эту тему пока. Что называется, подождем, посмотрим, что будет дальше. Ну, твое обращение, оно к месту только тогда, когда ты обращаешься к разумным людям. То есть здесь остается надеяться на то, что люди разумные. Если там просто купленные бурундучки, которые бегают и вытаптывают поля, или уничтожают что-либо, то в этом случае обращение они понимают только в виде шуршащих купюр или звенящих монет в виде трястисеребряников. Но заодно проверим, что это такое. По секрету сказал, я и к ним тоже обратился. Я им намекнул, что, ребята, если вы делали до этого бесплатно, значит, вы в переводе на их язык это означает, что вы были лохами. Вас лоханули. Да, вас просто кинули. Если вы делали это бесплатно, вы бесплатно сделали работу на американского дядю. Но, естественно, я не буду вам подсказывать, где вам за это заплатят деньги. Просто после этой моей фразы, я думаю, у них пропадет желание этим заниматься. Ну, посмотрим. Посмотрим. Кажется, возымеют ли мы мои слова действия или, может быть, так сказать, приведут к обратному результату. Хорошо. Вопросов много. У нас идет пятый час успешно. Будем надеяться, что мы все вопросы осилим сегодня. Дмитрий. Вадим, занимаетесь ли вы поисками аппарата и на чем прилетели карлики? Аппарат или место, откуда они появились? Уже неоднократно не отвечал, если хочешь. Ну, в общем, ищем, ищем. Да, мы еще ищем. Евгений, следующий вопрос. Точнее, уже почти нашли. Уже на геолокаторе мы вновь его обнаружили. Осталось поднять. Это технически сложная задача. Все, конечно, можно разрешить, но пытаемся, так сказать, разрулить технически это дело. Дальше Евгений задает вопрос. А что за четырехметровый объект, затопленный на глубине 8 метров с картинки на анонсе? Ну, это как раз то, о чем спрашивал предыдущий оратор. Так, понятно. Пляшем дальше. Вопрос эфира от семьи Владимира Зматеевича. Вадим, все, хочу тебя спросить вот о чем. Скляров из лаборатории альтернативной истории ищет на камнях следы древних распилов исключительно за рубежами нашей Родины. А тебе в твоих экспедициях встречались следы древней механизированной обработки камней? Если встречал, то расскажи об этом подробнее. Ибо создается впечатление, что древние цивилизации пилили камень только в Египте, Перу и на Ближайшем Востоке. И если у нас в России не встречается распилов камней, означает ли это, что все смело ледник и камни погребены по десяткам метров песка и ледниковой грязи? Коррелирует ли карта активности НЛО с картой предположительного расположения древних объектов? Карлики тоже ищут наследие древних? О, сколько вопросов от Владимира. Последняя фраза особенно понравилась. Значит, напомню, что первым, точнее, о древних технологиях, палеотехнологиях и даже термин такой палеофологии придумал первый руководитель космопоиска Александр Петрович Казанцев. И, в принципе, раз космопоиск является мировым родоначальником направления этого исследования, как вы понимаете, мы не собираемся его бросать. И мы продолжаем этим заниматься. И одна из крайних наших экспедиций, которая проходила в первой половине июля, она проходила, например, в Горной Шории. Это Кемеровская область, ну, это 4,5 тысячи километров от Москвы, так на всякий случай. Значит, мы туда впервые, в Горную Шорию, привезли вот тот же самый геолокатор, который позже, через неделю, будет фигурировать в расследовании под Кыштымом. На самом деле это одна большая экспедиция, просто несколько частей этой экспедиции, во время которой мы на одной машине УАЗ Буханка с одними и тем же приборами, с одним и тем же геолокатором проезжаем несколько аномальных мест. Так вот, до Кыштыма геолокатор использовался для просвечивания предполагаемых древних построек в Горной Шории. Кто следит за этой темой, я думаю, человек, который поднял этот вопрос, следит, он догадывается, о каком месте идет речь, о каком предполагаемом районе. Там целый город, ну, как некоторые считают, есть со стенами диаметром 5 километров. То есть это колоссальные размеры, и стены колоссальные, и толщина, и высота. Вот, у меня есть огромные сомнения, что это стены являются искусственными, но, тем не менее, искусственные там фрагменты есть, и, в частности, вот следы древних технологий, по крайней мере, в двух местах мы нашли. Значит, это полигональная кладка, в одном фрагменте присутствуют и цементные технологии, ну, или бетонные технологии их еще называют. Значит, все остальное все-таки сделано, предположительно, природой. Человек, то есть, доработал фрагменты этих циклопических природных сооружений под свои нужды. Напомню, что во всем мире вот тогдашние технологии, я говорю о мегалитической эпохе, эти технологии, я убежден, отвечая на вопрос, они, конечно, были распространены по всему миру, то есть, территория России, это не какой-то отдельно взятый необитаемый континент. Если у нас самая большая территория из всех стран, то, конечно, я просто не могу вообразить, чтобы у нас на нашей территории таковые технологические следы не встречались. Конечно, встречаются, просто менее известны и менее раскручены. Конечно, у нас туристов, как на плато Гиза, толпами не водят, но, что называется, это камушек в наш общий огород, и из этого вовсе не следует, что мы не должны это искать, и априори считать, что этого у нас нет. Таких красивых сооружений, как пирамиды мегалитические, конечно, у нас нет, но у нас есть и древние пирамидальные насыпи, и подземные, и прочие мегалитические постройки, в том числе и со следами распилов, в том числе и с дырками просверленными. Одним словом, на любой вкус и цвет у нас аналоги есть. И есть мегалитические постройки, о которых теперь знают уже все. Когда-то я застал благословенные времена, когда слово «дольмен» 99% российских людей ничего не говорило, и туристов туда еще не водили. Но сейчас-то уж грешно, как бы сказать, не знать, что у нас на территории России полторы тысячи дольменов, и сделаны они по технологиям мегалитической эпохи. И там встречаются, там на дольменах встречаются почти все варианты, которые использовались вот когда-то в эту эпоху. И следы сверления, и следы распилов, и бетонные технологии, и сочетание вышеперечисленных технологий, и все остальное тоже. Только, кстати, масштабы, может быть, кого-то смущают. Дольмены все-таки имеют размеры несколько метров, от 2-3 до 5-6, не больше. А понятно, по сравнению с пирамидами Гиза высотой 148 метров, это несколько, так сказать, скромно. Но если хочется циклопических сооружений, их тоже есть у нас, например, в Кабардино-Балкарии. Но все-таки, напомню, мы об этом уже говорили отдельно, и наверняка еще будем говорить, потому что тема, конечно, бездонная, поскольку так или иначе она касается нашего с вами наследия, которого мы не то что не храним, которого мы даже не знаем, ну, по большей части. Так что, если коротко, да, это все у нас есть. Просто менее раскручено и менее известно. Но это, опять же, с нашей помощью, с помощью радио, мы все-таки немножко этот пробел, хоть немножко, но восполняем пробел в этих знаниях. Я с тобой согласен в том, что вот у нас как-то было принято, или это должна быть полностью искусственная постройка человеческая, или каких-то других, может быть, цивилизаций, представить, других цивилизаций, или это должна быть природная. И вот между собой ученые начинают спорить, нет, это природная, нет, это человеческая и так далее. И никому в голову как-то особо до этого не приходило, что очень много даже сейчас существует таких построек, которые очень хорошо вписываются в скалы, очень хорошо вписываются в какие-то массивы каменные, на Кавказе, в пустынях каких-то. Целые храмы выстроены, когда высекается что-либо в готовой уже природной скале. И то, что там доработано природой, оно очень хорошо сочетается с человеческим каким-то искусством. И вот когда ты сказал о том, что в горной шоре присутствует и это, и это, это меня в очередной раз порадовало в твоих изысканиях и в твоих словах. Потому что вот ты никогда так четко не начинаешь градации. Вот это или это. Ты смотришь объективно на то, что видишь, и пытаешься дать объективную оценку, ну, хотя бы размышляешь на эту тему и так, и так. А не с точки зрения вот или так, или так. Другого быть не может. И здесь еще Владимир Азматич дальше продолжал вопрос. Коллерируется ли карта активности НЛО с картой предположительного расположения древних объектов? И карлики тоже ищут наследие древних? Ну, вот про карликов я повторюсь. Естественно, встретим карлика. Мы обязательно спросим, зачем он прилетал. Но для справки сказать, я когда рассказал про Кыштым, так упомянул, бегло, конечно, как бы между прочим, про древние письмена, которые там встречаются. Но откровенно скажу, вот я, конечно, не вижу прямой связи между появлением там этих существ и этими письменами. Хотя бы потому, что... Хотя бы, позвольте мне как бы логически домыслить, хотя подчеркиваю, за них я ручаться не могу. Но логика моя заключается в том, что ареал появления активности карликов где-то распространяется там плюс-минус километра два, максимум три от озера Анбаш. Я имею в виду, включая площадь озера Анбаш. А древние письмена, они находятся как минимум километрах в шести от этой точки. То есть, конечно, это не Ахтик, как далеко, но все-таки не попадает в ареал. Это во-первых. Во-вторых, древних построек у нас в стране все-таки немало. И откровенно скажу, вот произвольно, если ткнуть на карту, конечно, в пределах области, я вам с большой вероятностью найду там какие-то предполагаемые, как минимум, древние, иногда мегалитические, иногда земляные, но какие-то постройки или следы от таковых. Так что одну теорию можно легко подтянуть за уши по другую. Я не исключаю, что НЛО действительно появляются в ареалах древних построек. Но прямой связи на это, если честно, нет. То, что иногда это совпадает, например, люди слышат, на Кавказе активное НЛО, и на Кавказе есть мегалитические постройки. И связывают одно с другим. Или я часто слышу, знаете, это преподносится особенно гидами, как вообще истина просто вот общеизвестная. Ну, как все фразы, которые начинаются со слов. Как всем известно. И дальше говорят. Вот НЛО интересуется нашими дольменами. Но пока, кроме фотографий, на которых изображены птицы, капли, подсвеченные фотоспышкой и прочее, прочее, прочее. То есть, я имею в виду, это не настоящее НЛО. Я, честно скажу, не видел таких ярких и достоверных фотографий, которые меня бы заинтересовали. Большая часть этих фотографий банальна. Ну, очень малая часть под вопросом. Но, как бы сказать, неубедительно. То есть, на грани фола. Поэтому я так утверждать не могу, но исключать тоже это не могу. Прямой связи я не вижу. У нас есть карты отдельно, карты активности НЛО. И есть карты мегалитических построек. В принципе, можете и то, и другое найти в соответствующих альбомах у меня на страничке ВКонтакте. Я их сравнивал, эти карты. Корреляции не заметил. Ну, точнее, она местами, как бы сказать, местами. Но это не приняло системного характера. Если вы заметите эту корреляцию, подскажите. Но я бы не хотел идти на поводу у гидов, которым очень хочется поверить в такую простую и, как им кажется, красивую версию. Что НЛО прилетает для того, чтобы полюбоваться на наши дольмены. Ну, а для кого-то, может быть, версия более красивая НЛО прилетает для того, чтобы полюбоваться на наши ракеты. А кому-то на наши самолеты. И у каждого человека будут в качестве доводов какие-то отдельные фотографии. Но каждый из этих доводов предполагает нашу человеческую логику. Идти на поводу нашей человеческой логики по принципу, что бы мне было бы интересно, если бы я на их месте прилетел к нам. Вот такая человеческая логика, она может завести далеко. Потому что историческая практика показала ошибочность такого подхода. Когда какие-нибудь папуасы или индейцы думали, вот приедут к нам боги на своих небесных пирогах, вот они обязательно заинтересуются нашими бусами или нашими барабанами. Они потому что шли по своей логике. А потом, когда приезжали реальные белые боги, правда, почему-то пьяные и говорящие по-испански, почему-то они совершенно интересовались другими вещами, что шокировало индейцев. И они долго вообще не могли понять, чего хотят эти боги. И вообще, как бы сказать, боги ли они, им радоваться или печалиться. В общем, одним словом, чтобы нам самим себя не загнать в тупик своими ожиданиями, лучше не идти на поводу своих желаний. Лучше не логикой своей руководствоваться, чего бы им интересно было на нашей планете, а руководствоваться статистикой. Пока что по статистике, как я сказал, не стыкуется, но воспользуйтесь, пожалуйста, этими картами, которые я выложил. Может быть, вы сумеете состыковать как-то и обосновать. Я буду очень рад таковой новой версии. Здесь, наверное, надо учитывать, что из крепича мы строим разные здания. Где-то это может быть подстанция, где-то может быть жилой дом, а где-то может быть свинарник. И поэтому, в зависимости от того, какая функция этого здания, то в этом случае и такие интересы у людей. Кто-то, может быть, ходит в каменный туалет, а кто-то живет в каменном доме. Так вот, я думаю, что мегалитические постройки, они также функционально своим отличаются. Поэтому необязательно все прилетающие сюда или находящиеся здесь так называемое НЛО, они будут ко всем мегалитическим постройкам одинаково проявлять интерес. Они будут проявлять интерес только тем, которые будут функционалу соответствовать необходимому в данный момент им. Вот это тоже надо понимать. Абсолютно согласен, конечно. Да, и, наверное, примитивно так вот не надо подходить ко всему. Хотя, с другой стороны, вид, ну, никто же не сказал, что они лишены чего-то прекрасного. Ну, прилететь надолменный, полюбоваться закатом, например, ну, прикольно. Или захотелось посмеяться, а прилетели на космодром, посмотрели, как тут туземцы запускают что-то в космос, натягивая резинку, по их мнению. Так что, может быть, может быть. Но чтобы это и постоянно ржали над этим, или любовались, наверное, нет. Да, все хорошо, что в меру, все верно. Да, да, да. Вопрос эфира Дмитрия Сторонта. Здравия всем. Вадим, вы радиацию не измеряли на месте снимка? На месте чего? Ну, тот снимок, который ты выкладываешь. А, дозиметр у нас есть. Ну, в данном случае мы ведь действительно работаем, и этот снимок тоже относительно недалеко от ядерных центров. Поэтому, конечно, дозиметр лучше иметь всегда. Но в данном случае, как и во многих других, радиоактивный фон в норме. То есть, я, честно говоря, так немножко задумался, зачем автор задал этот вопрос. Он что-то подозревает или просто, что называется, дежурный вопрос был? Не знаю. Я не автор вопроса, я просто зачитал его. А то вдруг он там что-то такое заметил, на чем мы не обратили внимания. Хорошо, если заметил, он нам сообщит. Давайте дальше. Хорошо, вопрос эфир от Владимира Изматеевича. Каштымский карлик может иметь связь с восточно-уральским радиационным следом? Карлики изучали последствия глупости землян? Что называется, тоже попробуйте доказать обратное. Но если следовать, на карте расположить этот самый след, про который упоминает автор вопроса, и ареал распространения или появления карликов, то, мягко выражаясь, он одно с другим не стыкуется. Там, конечно, в масштабах области, можно сказать, все очень близко. Все-таки Снежинск, Озерск, Течерико, ну, для знатоков ядерная наша история, это говорящие названия. И Кыштым расположены очень близко друг от друга в масштабах, подчеркиваю, области или масштабах страны. Но на месте все-таки это десятки километров разницы. А для карликов, для которых наш шаг, это десять их шагов, это чудовищные расстояния. И, наверное, надо еще понимать, что наша глупость давно всем уже там известна. Ну, наверное, наверное. И поэтому изучать что-то, эту глупость, наверное, уже смысла нет. Поэтому вот так уж, чтобы в очередной раз пролетать, что-то там. Да то же самое, как и мегалиты. Это давным-давно. Представляете, там, наверное, миллионы лет, или 100 тысяч лет, или 50 тысяч лет, все эти мегалиты известны. Ну, многие, которые сейчас в Сибири там большие найдены. И что их изучать? Они давно уже были известны, давно уже технологии все известны. Смысл какой? То же самое и здесь. Я по секрету скажу. Их, конечно, надо изучать, но хотя бы ради истории, ради... Нет, я не про нас говорю, я говорю про них. Про них, я про них, да. Но для тех, кто имеет возможность перемещаться во Вселенной и во времени, наверное, гораздо интереснее поехать, сфотографировать их, переместиться во времени и сфотографировать их в свежем виде. Конечно, конечно. Ну, например. Так что, ну, каждый день посещать, это что-то, да, что-то перебор, мне кажется. Да, я думаю, что у них эти и снимки, и видео, ну, в нашем представлении снимки видео давно-давно уже существуют, они, может быть, как наглядные пособия в своих классах это используют, начиная с самого первого класса, а может, детского садика. Так что здесь не так все просто, как мы себе это можем представить. А с другой стороны, наоборот, может быть, намного проще. Дмитрий, за этот вопрос. Вадим, привлекаете ли вы экстрасенсов в дело? Вот каждый раз у нас на передаче. Да, вопрос повторяется, но коротко отвечу. Я не против, если вы экстрасенсы можете помочь, давайте попробуем. Но заранее предупреждаю, у меня нет такого религиозного трепета перед людьми, которые называют себя экстрасенсами, как нет и такого жгучего желания их разоблачать. Что называется, получится у вас хорошо, честь вам и хвала не получится. Ну, что ж, что называется, вы будете далеко не первым, у кого ничего не получилось. Пока, например, в чем-то экстрасенсы нам помогали удачно. Были такие замечательные светлые денечки. Например, шары на дне Черного моря, большие древние каменные шары, мы нашли именно с помощью экстрасенса. Причем одного из победителей битвы экстрасенсов. А там, допустим, те же круги на полях, вот сколько я экстрасенсов не привлекал, и сейчас лишний раз, считайте, как призыв в воздух обращенный. Ребята, если вы действительно экстрасенсы, если вы можете рассчитать там своими способностями, где и когда возникнут круги на полях новые, пожалуйста, подскажите нам. Я первый буду превозносить ваши сверхвозможности. Но пока что полезный выхлоп за 30 лет моего изучения этого явления, полезный выхлоп был экстрасенсорный, я имею в виду ноль. Ну, что называется, надеюсь, когда-нибудь найдется настоящий экстрасенс. Пока, видимо, в этом направлении экстрасенсорная мысль еще, так сказать, не дошла. Хорошо, Дмитрий, следующий вопрос. Вадим, допускаете ли вы, что НЛО в те годы пролетало только чтобы посмотреть на события и существа. НЛО потомки из будущего? Видимо, тут человек что-то не дописал. Видимо, он хотел спросить, прилетали, посмотреть на события чего-то. Это был 96-й год. Я не знаю. В 96-м году, если кто помнит, у нас была разруха страшная и ужасная. Пять лет как разрушился союз. В Кыштыме была повальная безработица. останавливались предприятия, не платили зарплату и вообще была беспросветная жуть. Ну, может быть, и на это кому-то было интересно посмотреть. Я, что называется, на вкус и на цвет товарища нет. Я не знаю, что их привлекло. Может, они случайно мимо пролетали. Может, в Озерск летели или в Снежинск не долетели. Вручаться не могу. Скорее всего, мне кажется, это во многом, почему оказались там, во многом элемент случайности. А может быть, все-таки там есть что-то такое. Что касается того, что это могли быть посланцы из будущего, я первый, кто эту версию продвигал и продолжаю продвигать, но и имею в виду в общем, не конкретно эти карлики. Вот здесь, что касается кыштымским карликов, у меня нет основания считать, что они прибыли из будущего, ну, или, по крайней мере, уточню, из нашего будущего. То есть, что с намеком, что это наши потомки. Как-то вот мне от этой версии грустно совсем становится, глядя на этих карликов. Что-то мы в будущем как-то вот обмельчаем. Непрезентабельно выглядит. Да, да, да. Что-то вот за наших правнуков мне обидно становится. Но есть другая, как бы сказать, такая альтернативная точка зрения, что это вовсе не наши правнуки, а их биороботы. Ну, это сложнее, что называется. Но в таком случае я осторожно скажу, ребята, это что-то здесь не сходится одно с другим, потому что если бы эта история была замешана на путешествиях о времени, их бы вытащили наши же потомки. То есть, если, не дай бог, у них случилась авария, такое бывает, наверняка, и любая техника, и машины времени тоже выходят из строя, что называется, без аварийной техники не бывает совсем. Вот сегодня, сегодняшняя новость, наверное, может быть, люди смотрели телевизор, неубиваемый, ну, как считалось, доселе, Boeing 777, у него пиарили этот самолет, я на нем летал, надо сказать, через океан, мне очень понравилось, я считал, ну, и, наверное, я считаю, что это один из лучших и надежных, безопасных авиалайнеров мира, и действительно не было ни одной аварии, а сегодня в Дубае, может быть, по новостям видели, какая кошмарная, на пустом месте вообще рухнул и сгорел, как-то так бездарно, и совершенно позорно произошла авария этого самолета, к счастью, так сказать, бесчеловеческий жерт, так что машины времени тоже могут выходить из строя, но, в отличие от другой техники, машина времени это все-таки такое устройство, которое, выйдя из строя, может быть, спасено через мгновение после аварии, потому что там в будущем как бы абсолютно все равно, когда посылать спасательную экспедицию через одну секунду после катастрофы или через одну тысячу лет, но, понятно, через одну секунду как-то лучше, безопаснее, и раз это не сделали сразу, а прошло 20 лет и этого не сделали, это говорит о том, что спасательной операции из будущего не будет. С другой планеты или с другой галактики может и будет через 20 лет или через 40 лет, кто его знает, я не знаю, будет или нет, но если и будет, то как бы не столь быстро, не столь мгновенно, как в случае с машиной времени. с машиной времени расследовать истории появления следов машины времени на порядок сложнее, чем других устройств. Просто потому, что тот, чьи действия ты расследуешь, тот, по чьим следам ты идешь, он уже знает результаты твоих изысканий. Ты еще не знаешь, найдешь ли ты предмет поиска или нет, понимаете, ты в нашем, я в нашем времени, вот здесь и сейчас, не знаю, добьемся ли мы в ближайшем будущем успеха при подъеме этой тарелки, которая лежит на дне озера. Я этого еще не знаю, потому что это реальное исследование, это реальный поиск, где нет готовых ответов и где нет гарантированного результата. Но вне зависимости от того, какой будет этот результат, он еще только будет, наши потомки это уже знают. И поэтому соревноваться мне с ними, нам с ними на порядок сложнее, чем соревноваться, добиваться результатов поисков с теми, кто не прилетает к нам на машине времени, а прилетает допустим на звездолетах с другой галактики. Это, что называется, тоже очень сложно, но с посланцами из будущего на порядок сложнее. От этого, конечно, еще больше захватывает дух, интерес еще больше делается, но, что называется, это другая история, и, как мне кажется, в данном случае все-таки не этот, не такой пример, хотя, что называется, кто знает, кто знает, может быть, когда мы поднимем эту тарелку, там вдруг окажется, сделано в Москве в лето 7 тысяч. Какой там 7 тысяч, там уже подальше. Ну, или 8 тысяч какой-то. Хорошо, дальше разбираемся. Следующий вопрос, я прекращаю применять вопросы, здесь они идут, я думаю, что мы лучше сделаем еще одну передачу, может быть, по шорей как раз, если, конечно, есть что рассказать или почему-то другому, по какой-то другой экспедиции, и эти вопросы всплывут, я думаю. Так, дальше, следующий вопрос от Евгения. Какое сходство вы находите между киштинским карликом и карликом из фильма «Сириус»? Ну, такого же там образца. Отлично, да. Мне кажется, вопрос немножко по-другому бы я поставил, и поставил бы вопрос к режиссеру, ведь режиссеры художественных фильмов, мы же понимаем, они не на другой планете, живут, и не так часто они придумывают абсолютную из головы, абсолютную фэнтези, вот просто на пустом месте. Как правило, их фантазия, если вообще она бывает, базируется на каких-то стереотипах или на каких-то слухах. Иногда этим бравируют даже режиссеры и пишут, там, фильм основан на реальных событиях, а иногда, может быть, даже и хотят уйти от этих как бы событий, которые хотят совершенно что-то новое сделать, но волей-неволей все равно являются пленниками своих стереотипов. Поэтому я к чему? Я намекаю к тому, что наш случай с Кыштымским Карликом, он абсолютно реален, он документален, как, не знаю, и у меня такое ощущение, что с такими же допущениями я могу рассказывать о расследовании биографии какого-нибудь реального героя, писателя Шукшина, например. У него тоже в его биографии, ну, условно, конечно, писатель Шукшин, это может быть любой другой человек, и у каждого есть пробелы в биографии, белые пятна, которые допускают трактование, то ли так, то ли эдак, то ли он там женился, то ли не женился, то ли родился в этой деревне, то ли вот другие говорят, что он вообще родом из-за границы. Одним словом, Кыштымский Карлик, он наш до мозга костей в буквальном и переносном смысле, точнее, Карлики, это реальные персонажи исторические, которые можно оспаривать там в каких-то деталях, как оспаривают биографы Шукшина, там какие-то мелкие детали, но сам факт его существования оспорить глупо и невозможно, хотя можно оспорить все, что угодно, даже то, что Шукшин это был реальный человек, а не там придуманный мультяшный персонаж. Шолохов тоже самое, условно, конечно, я условно беру, но в любом случае это реальность, а художественный фильм все-таки, давайте не забывать, что это прежде всего художественное произведение, к ним художественным произведениям даже, так сказать, требования меньше, чем к документалистам, это документалистов я ругаю постоянно, ну, по-доброму, естественно, ругаю, не по-злому, для того, чтобы было больше документальности, а к художественным, мастерам художественного слова такой, так сказать, такой жесткого подхода быть не может, так что я ваш вопрос просто по-другому поставлю бы, вот тот киношный персонаж похож на нашего реального персонажа или нет, вот так, да, это правильнее. Один в один вообще. Ну, так, почти, да. Да, почти. Дальше. Вопрос в эфир от Алексея Безбородка из Ташкента. Вадим, что бы вы стали делать, если бы нашли живых карликов? Какова ваша финальная цель? Ну, я уже пытался объяснить, что, конечно, у меня абсолютно точно нет коммерческой или там иной корыстной цели. Естественно, мы постоянно думаем во время экспедиции, конечно, вот, если сейчас мы это найдем, грубо говоря, наши действия, алгоритм наших действий. Иногда мы очень надолго этот алгоритм просчитываем, очень грамотно. Но, к сожалению, не часто нам доводится применять на практике, потому что в реальности гораздо чаще мы не находим, чем находим. Поэтому скорее мы перестраховываемся. Это, во-первых. А, во-вторых, если человек хочет реально обсудить эту тему, как нам поступить в том или ином случае, пожалуйста, приезжайте к нам в экспедицию, и мы это обсудим у костра. Но заранее обсуждать, не то, что обсуждать, а предупреждать, естественно, по понятным причинам я не буду, потому что, во-первых, глупо, а во-вторых, себе же можем навредить. Если я скажу, что в случае, если мы найдем, допустим, мы его привезем на дачу к моему знакомому, я вот скажу это, и тем самым сразу, точно после этого я буду знать, что этого мы не будем делать в любом случае. Значит, привезем к знакомому. Но мне сразу мысль в голову приходит, потому что люди в черном, когда пришел, он, такой непонятный здание, непонятный, какой-то ровненький, и там его, когда уже завели, он увидел всех существ, которые там гуляют разных видов, летающие, прыгающие, скачущие, и так далее. Вот представляю, там где-то у твоего друга на даче, сидят эти друзья, киштюнские карлики в обнимку из Сириуса, и что-то обсуждают, разговаривают. Вот так и будем с ними общаться. Будем считать, что так оно и будет. Дальше. Алешенька задает вопрос про Алешеньку, вернее, фраза. Если это был действительно ученый нарушитель, учебный нарушитель, то реальный контакт нас ждет очень, в очень далеком будущем, пока инопланетяне не подзабудут задницу алкоголика. Так, Я бы не хочу отвечать, что называется, пусть ответит история на этот вопрос. Пусть задница алкоголика ответит за это, да? Ну, я бы хотел, конечно, чтобы автор вопроса ошибся, хотя, конечно, я солидарен с этими сомнениями, которые он высказал. Ну, я думаю, разберутся. Да, я тоже. В конце концов, те, кто слушают нашу сегодняшнюю передачу, точно решат все. К этим ребятам можно прилетать. Они вроде адекватные, вроде там не злые. Я надеюсь, что эту передачу слышат. Понятно. И слушают телевизионные новости, послушав которые, точно не захочется на эту планету прилетать. Ну, я думаю так, что уже давным-давно есть представление, с кем уметь дело, а с кем не уметь дело. Увы, так и есть, да. Вопрос эфира Дмитрия из Торонто. Здравия всем. Как, по вашему мнению, надо отрабатывать по-настоящим инопланетянам? Благодарю. Не совсем понял. Ну, как, в общем, с ними быть, с этими инопланетянами? А как с ней отрабатывать? Ну, вот, как надо отрабатывать по-настоящим инопланетянам? То есть, что с ними делать, и как их искать, как с ними общаться? Ну, мне кажется, отдельный вообще вопрос, потому что сейчас время уже позднее. Да, мне хочется, конечно, сказать, вот, следуйте инструкции, там, утвержденной ВЦСПС в 35-м году, но такой инструкции нет, только с оговоркой. У меня выходила книга, называется, «Справочник сталкера», вот, с советами, что нужно делать, там, в то или иное случае, что делать при поисках метеоритов, что делать при поисках, при исследовании кругов на полях, и все прочее. Сейчас готов, сейчас новая книга, переработанная, дополненная и исправленная, она во много раз больше, и там инструкции на, как мне кажется, на любой случай аномальный, вот, чтобы с вами не стряслось, там, от полтергейста до посадки НЛО, там это есть, безусловно, но все, то есть, как бы до своих, пока эта книга не издана, я не могу ее открыто выкладывать, просто украдут, в смысле, сплагиатят, и спасибо не скажут, если кто-то поможет издать, хорошо, она будет завтра же издана, значит, но в частном порядке я рассылаю эти инструкции, вот, и, конечно, как бы в первом приближении они помогут, но справедливости ради, хочу сказать, инструкции на все случаи жизни не напишешь, вот сейчас на основе вот этой нравоучительной такой истории с Каштымским карликом, естественно, я какие-то выводы сделал, какие-то выводы в эту инструкцию внес, но сами понимаете, космос безграничен, количество вариантов, вариабельность вот таких ситуаций огромна, и всех, конечно, нюансов и сюрпризов не предусмотришь, поэтому единственный такой однозначный совет в таких случаях, надо быть разумным человеком, разумным, цивилизованным и гуманным, а все остальное, что называется, мозги подскажут. То есть, успокойся, созредоточься, не паникуй, и все будет хорошо, и относись с добром, да, а если что-то не понял, смотри, пункт один, успокойся. Пункт один во всех моих советах касающихся внеземных цивилизаций, ну, я боюсь, что я не буду оригинальным, наверняка это какой-нибудь пророк религиозный уже эту формулу вывел, я не претендую на то, что это первый за историю произношу эту фразу, но тем не менее произнесу, не делай другим того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. Универсальная фраза и отвечать на все возможные варианты. Да, надеюсь, только вы не встретитесь с теми, кто будет вас воспринимать как свой корм. Вот в этом случае надо будет делать что-то другое. Ну, ладно. Кстати, здесь тоже философские какие-то учения, они давно-надавно ответили. Что вы заслуживаете, то вы получаете. Если ведете себя по-свински, то будете кормом для кого-то другого, как свиньи вас будут воспринимать. Ладно, пляшем дальше. Еще вопросы у нас остались. Алексей Безбородко из Ташкента. Если бы у вас в руках был реальный пришелец, каковы были ваши действия, как, по вашему мнению, провели бы себя ученые, круги и власти? Уже, мне кажется, говорили, говорили, говорили. Говорили. Я, с вашего позволения, отвечу не столько ему, сколько продолжения этой темы. Сегодня я читал очередную статью о нашей экспедиции, и там один из астрофизиков американских в ответ на нашу экспедицию задает такой, как ему кажется, очень логичный вопрос с сомнениями, с подвохом, очень похожий на то, что сейчас задал наши ташкентские радиослушатели. Он звучит так, этот вопрос сомнения. Вот если бы в реальности академическая наука узнала бы о существовании этого карлика, то есть если бы это существо было реальным, то это была бы мировая сенсация, то есть весь мир бы об этом говорил. Вроде бы по логике как бы можно где-то согласиться вот с таким предположением, но в реальности мы видим раз за разом, что эта логика не срабатывает. В частности, вот простой-простой пример, который для меня он свежий, хотя это находка, о которой я сейчас скажу, сделана 20 лет назад. Свежий, потому что я только приехал по пути в Кыштым, мы заезжали в Тюменскую область, а там в Тюменской области сделана одна из величайших исторических палеофологических находок. И самое главное, эта величайшая находка общепризнана в академических кругах, она описана в академических изданиях. Речь идет о вольфрамовых искусственных изделиях, найденных возле горы и реки Нарада. Значит, в их искусственном происхождении, если судить по всему тому, что ему известно, в академических, подчеркиваю, это не какие-то издания для любителей, для желтой прессы, это самые, что не наесть, общепринятые в академических кругах издания. И если по тем данным, что там опубликованы, судить, то эти изделия сделаны искусственно, и они сделаны несколько десятков миллионов лет. То есть, иными словами, это четкое академическое доказательство того, что 20-30 миллионов лет назад на территории нынешней России существовало как минимум высокоразвитая цивилизация, у которой были вольфрамовые изделия. Вольфрам, к слову сказать, только у высокоразвитой цивилизации бывает. У нас век только существуют эти вольфрамовые изделия. Всего два века назад мы даже не подозревали о них. То есть, казалось бы, сенсация, безусловно, это доказательство стопроцентное, причем доказательство академически выверенное. не надо ни с кем до хрипоты спорить, не надо додумывать каких-то версий конспирологических, что какие-то там злые силы уничтожают такие доказательства, что ученых там расстреливают, убивают, похищают за такие утверждения. Это опубликовано и общеизвестно. Вопрос, а где сенсация? в каком месте нам надо прыгать от радости и воздевать руки кверху со словами «ну, наконец-то, теперь весь мир узнает правду». Вадим, а здесь очень просто. Она просто не вписывается в ту концепцию, которую последние несколько тысяч лет пытаются разработать для того, чтобы люди подходили под другой разряд, не человеки разумные, а некое человекообразное существо, исполняющее какую-то примитивную работу, возложенную на них. Здесь очень просто, поэтому это сенсацией не становится. Ну, я могу спорить, так это или не так, но факт остается фактом. Вот наша логика, которая там порой подсказывает, вот если бы это там нашли, то тогда бы непременно все поверили. Вот эта логика, к сожалению, не срабатывает. Ну, ты же понимаешь, что оплачивает, кто оплачивает деньги, тот в общем-то и заказывает музыку. Ну, это... Поэтому, если выгодно сделать за это сенсацию, то сделают. Сколько у нас сенсаций делается каждый день по телевидению совершенно на пустом, на ровном месте из пустышек с каких-то там кого-то очередные там поющие трусы вытаскивают, делают за них сенсацию, какое-то шоу устраивают, сенсацию делают, да мало ли чего. Там кто-то все верно, на картине растеклось, такое сенсация. А вот то, что реально не вписывается в их представление или выдурачивание людей не подходит, но вот это вот сенсации просто не может быть, они не будут оплачивать, мало того, они лучше заплатят деньги, чтобы эта сенсация не стала. Так что здесь все очень логично. Мы сейчас живем немножко не в тех условиях, а это вот как раз то, что произошло с Киштинскими нашими друзьями, это показатель того, во что нас сейчас запихнули. Ну, ладно, здесь можем сейчас долго говорить. А что бы делал там, да, ну, уже говорили много раз, да пообщались бы, чаем напоили, поговорили бы, да и придумали, как их отправить куда-нибудь. Если коротко, я точно знаю, чего бы мы не делали, то есть ничего агрессивного и ничего корыстного. Вот этого делать нельзя. Вот поставьте вопрос по-другому. Если вы попадете на другую планету, чего бы вы хотели, чтобы с вами сделали? Вот когда вы себе сформулируете, чего бы вы хотели, как бы вас встретили, вот то же самое нужно сделать и нам по отношению к ним. Все, ответ на этом на самом деле более чем исчерпывающий. Да, древние заповеди об этом говорят. Делай только то, что хочешь, чтобы делали тебе. Все очень просто. Вопрос эфира от Алексея Безбородка. Вопрос Вадима. Удалось ли поднять или лучше изучить объект на дне озера? Уже ответ был дан. Нет, удалось. И хорошо, пока не изучим. Вопрос эфира от Владимира. Почему не поднимают объект с одного озера, если туда пускались водолазы, что они видели, где сейчас мумия? Люди переживают за это. О, как сильно беспокоят и угольные дела. Молодцы, молодцы. Ну, если бы еще активно, так сказать, переживали, приезжали, было бы еще лучше. С водолазным вооружением всем, да, оснащением. Понятно. Ну, а водолазы вообще, насколько я понимаю, туда никто не спустился? Нет, у нас был вот сейчас Соболев Дима, подводный ныряльщик. Ну, я с самого начала сказал, он разве что может над дном проплыть, потому что там надо ил разгребать, а водолаз здесь ничем не поможет. Ну, разве что там монтажом подводного снаряжения. Но это совсем другая история. Хорошо. И где сейчас мумия Карликова Владимир задает? Я знаю, у кого она. я уже говорил, что сомневаюсь в версии, что сначала а, эту мумию похитили инопланетяне, б, потом ее, там еще 10 вариантов, куда ее дели, и там ц, д, е, сейчас версия, что якобы ее похоронили. И той, другой, третья, и четвертая являются ложью, с моей точки зрения. Ну, или шуткой, кому как нравится. Так, хорошо. Анатолий, по делу Каштинского Карлика действительно ли деньги раскрыли бы тайны этого дела, например, 3000 долларов? Ну, что называется, приблизили бы точно. По крайней мере, я был бы рад, если бы было бы всеобъемлющее официальное заключение генетической экспертизы. Пока вот за более мелкие деньги либо устно согласаются дать, либо дают такие фрагментарные результаты, которые, кстати, не всех убеждают. То есть, какие-то результаты я уже публиковал, но, конечно же, вот понимаю, что нужно повторять, повторять и повторять. К слову сказать, и не только Каштинского Карлика, мы ведь совсем не касались там других находок, а генетические экспертизы требуются и не менее интересных других находок. В июле месяце, например, был впервые найден, впервые в России, на Украине это уже было сделано, а в России в первый раз на нашей памяти удалось заполучить в свои руки труп Чупакабры, ну, того существа, которое дозывают Чупакабры. Значит, этот труп в настоящий момент несколько дней как привезен в Москву. И сейчас чем я занимаюсь? Я занимаюсь тем, что ищу возможность генетической экспертизы для этого трупа. Естественно, никаких проблем, если вы с тремя тысячами долларов приходите, вам это сделают, там хоть домой к вам приедут. Вот, но без трех тысяч, понятно, это делать очень сложно. То же самое на подходе ждут вот своего часа еще несколько находок. Вот, в том числе богачилинское так называемое чудовище, образец которого мы добыли. И оно тоже, так сказать, в Москве сейчас образец этого богачилинского чудовища. И вот по нему тоже, так сказать, пауза возникла. Что дальше делать? Какие виды анализа? В общем, одним словом, здесь вопрос не в торгах, не в том, чтобы торговаться там помогут этому гиганту мысли и отцу русской демократии там помощь в стольки-то такая-то помощь или не поможет. В любом случае, если есть у кого-то возможность помочь с анализами, я всегда, так сказать, буду тому благодарен. каждый раз приходится людей уговаривать, и я понимаю, что, я понимаю таких людей, им же нужно как-то реагенты, расходные материалы как-то окупать и работать бесплатно, если может еще человек за спасибо, то реагенты купить, естественно, очень сложно. Так что найти возможность таких анализов бывает чрезвычайно сложно. Так что подсказывайте, если у кого есть возможность. Кстати, чупа-кабра, многие не знают, как это расшифровывается, чупа-это сосать, а кабра-это коза, то есть сосущий коз изначально. Кров-коз. Ну да, там не говорится, что сосущий кровь-коз, а просто чупа-кабра, то есть, понятно. Так, От этого, кстати говоря, зная эту расшифровку, понятно, почему конфета сосущая называется... Чупа-чупс, да. Грандес, чупа-чупс. Так, Алексей Безбородко из Ташкента, вопрос Вадиму. Нельзя ли использовать опыт с каменной тарелкой или поднять объект со дна озера, пообещав его музей, неужели не найти спонсоров? Это же настоящий подарок туристам, а не только ученым. поможете найти. Это уже бренд. Если кто-то поможет найти, я буду только рад, а то такое ощущение, что вот я один такой, видимо, зашоренный, не вижу толп спонсоров, которые просто вправо-влево ходят и предлагают, ну, Вадим, ну, давайте мы тебе поможем, а я вот отказываюсь и отмахиваюсь от них. Нет, ты бросайте капризы, заканчивай капризами, вот, все, все, обращай внимание, там вот миллионер мимо тебя прошел, тут еще один просвистел, как-то он там с тобой десяток бегает, а ты что-то как капризничаешь. Все-то да, мораль. Как-то это, не выспался, наверное. Вопрос эфира, меня зовут Дмитрий, Вадим, может ли вы по внешнему виду существа определить условия обитания его планеты, например, маленький рост, большая гравитация и так далее? В первом приближении безусловно, да, безусловно, и такие работы велись, и я там в популярных передачах это озвучивал, была такая, была, я надеюсь, она и остается еще, но просто в неактивном таком пассивном виде была такая наука экзобиология, которая вот примерно этим и занималась, но поскольку она себя дискредитировала, эта наука очень сильно, ну, в каком плане, так хорошо, так все складно она объяснила, какие животные и биологические виды должны произрастать и водиться на территории Марса, что когда, так сказать, туда все-таки полетели космические корабли, оказалось, что все это оказалось просто, так сказать, в урну было выброшено со страшным скрипом и треском, из-за чего вера в эту экзобиологию, естественно, была сильно подорвана, но, опять же, если все-таки делать какие-то оговорки, что это наши предположения какие-то, в рамках которых у биологических видов, конечно, есть люфт, есть возможность для вариабельности, вот, если с такими оговорками, то, безусловно, все-таки это наука прежде всего, во-первых, а, во-вторых, любая наука, даже после провалов серьезных, все-таки делает выводы и какие-то, так сказать, какие-то из этого положительные вещи извлекает, так что рано или поздно экзобиология, особенно, когда мы наберем значительный архивный материал, не просто на основе жизни на одной единственной планете под названием Земля, когда у нас будет там огромные фолианты десятков или сотен обитаемых планет, тогда экзобиология приобретет совсем уже, так сказать, строгий, академический, такой вот выверенный абсолютно всем понятный и абсолютно 100%, ну, 90% работающие вот такие заключения, но пока это все все-таки очень сильно вариабельно. Обрыв связи. Там какая-то связь у нас с проблем связи была. Так, вопрос ответили, потому что я вылетал. Да, да, да. Все, можем дальше продвигаться. Вопрос от Владимира так-так-так-так-так-так. А, ну, здесь еще раз вопрос от Алексея Безбородка из Ташкенца. Вадиму вопрос. И все-таки у Космопоиска есть план, средства, методики изучения пришельцев, тарелок или других артефактов? Как вы будете преподносить результаты миру? Как считаете, поверят ли вам, примут ли доказательства? Ну, в любом случае мы там готовы, нравится кому план, не нравится. И любой план, он, естественно, видоизменяется в зависимости от ситуации, в зависимости от возможностей и так далее. В любом случае мы стратегию свою, разумеется, будем совершенствовать и дорабатывать. Готовой такой стратегии, которая бы отвечала на 100% вышеупомянутым целям, нет ни у кого в мире. Никто в мире не имеет четких представлений, как нужно действовать. Но, возможно, я ошибаюсь, и, возможно, там есть какой-нибудь западный фонд какого-нибудь известного миллиардера, у которого есть четкие критерии, что мы будем с этим делать, как нужно поступать, в какой ангар загонять, и за сколько миллионов и кому продавать. возможно, это есть, но поскольку все-таки мы говорим не о коммерческих целях, а о целях каких-то высокогуманитарных, общечеловеческих, общецивилизационных, то есть, так или иначе, это цели обсуждабельные, спорные, и, безусловно, это задачи, которые до нас никто не решал, поэтому, безусловно, готовых рецептов нет, есть представление, как это делать, есть моральные какие-то ограничения, чего делать не надо, а все остальное это дело наживное, и, я думаю, все проблемы решаемы. Хорошо, поскольку время уже позднее, то я предлагаю сделать следующее, я сейчас сублимирую несколько сформулирую вопросы по тем вопросам, которые здесь остались у нас, чтобы не затягивать. Итак, вопрос такой, почему сразу не пролетели за своими, если это была авария, почему столько лет они уже несчастные бегают, здесь выживают, вместо того, чтобы организовать их поиск и уже давно отсюда увезти, забрать? Ну, я косвенно ответил, конечно, я не знаю ответа на этот вопрос, но думаю, как минимум, это доказывает, что это не путешественники во времени, а путешественники из других миров, извините, миры разные бывают, почему у них не сработала система спасения, нам неведомо, может быть, у них, извините, радиостанция вышла из строя, ну, извините, не радио, конечно, некое там средство связи их вышло из строя, может быть, там, потерялись они где-нибудь там в параллельных мирах, может быть, пока они летали, их планету разнесло в щепки, засосало в черную дыру, одним словом, вариантов я могу предположить массу, но в любом случае факты остаются фактом, они не улетели, они остались здесь, и причем продолжали оставаться, ну, как минимум, там, на протяжении многих лет, вот из этого факта я и схожу, а почему они это сделали, а может, это вообще эмигранты, гастарбайтеры, которые не хотели на свой план они как раз сбежали оттуда, их подстроили здесь, знаете, можем, наверное, сотни вариантов предположить, может, это сбежавшие зэки, вот представляете, когда найдем, ты их разыскал, не знаем, интерпол межпланетный, а может, тебе дали задание их разыскать, как раз, эти интерполовцы, ну, да, мы можем сейчас далеко зайти в этих интерполов. понятно, понятно, ладно, еще такой тоже распространенный вопрос, была ли у них какая-то спецодежда, скафандры, или наш климат для них полностью подходит? Значит, в спецодежде, в наличии спецодежды они не замечены, значит, вот тех существ, которых рассмотрели очень хорошо, значит, это либо были голые тела, ну, извините, голые, понятия такое, у нас имеют оттенок нездоровый, но тела без наличия одежды, скажем так, поскольку они были без полы, то есть признаки пола у них отсутствуют, равно как и половые органы, равно как и органы выделения, поэтому, может быть, в этой связи у них отсутствует и как бы там стыд вот связанный с этим, ну, этого я не знаю, я лишь констатирую, что одежды не было, некоторые были голые, в смысле у них отсутствовал волосяной покров, а некоторые были с повышенным оволосением, вот я не знаю, как правильно это сказать, в общем, волосатые, все тело было волосатым, вот так что даже на этом уровне их можно было различать по степени волосатости. Так, ну, еще, если я прочитаю вопрос, за 20 лет они могли бы подрасти, и сейчас ростом могут быть близко к человеку, и сейчас их можно уже и не узнать. Я эту тему не затрагивал, но автор смотрит действительно в, как бы сказать, в проблеме в лицо. Дело в том, что чем позже мы встречаем сообщения очевидцев, тем более явственно видно, что наши карлики растут. Но, правда, не так все плохо, как покажется, то есть до роста человеческого пока они не дошли. Самые последние, пока самые последние сведения о встрече с этими карликами говорят о том, что он рост примерно с полметра, может быть, 60-70 сантиметров максимум. Тем не менее, это много по сравнению с его предыдущим ростом, то есть 20-25-30 сантиметров это первоначальный рост. Сейчас, видите, рост примерно в два раза. Это при том, что изначально они были уже взрослыми, то есть это не показатель того, что они были детьми, а потом повзрослением. Нет, я напомню, есть многие виды животных, например, рептилии, которые растут всю жизнь. Сколько живут, столько растут. Поэтому, может быть, мы имеем дело именно с такими организмами. То есть, они уже в то время были взрослыми, но, тем не менее, продолжают расти, и если вот эту скорость роста у них примерно постоянная, то в наше время они должны быть примерно метрового роста. Метр, может быть, метр 10, но не нашего с вами роста. Хотя, метр 10, с другой стороны, это рост подростка, ребенка. Тоже можно перепутать издалека. Да, может за ребенка сойти. Особенно если одеться в современную одежду. Ну, что ж, я думаю, что остальные вопросы здесь остались, еще пара вопросов, но они все-таки не так близки к теме. Здесь прокаменелые тарелки, идет разговор про секты и так далее. Я думаю, что на этом можно заканчивать наш сегодняшний эфир и буквально так в двух словах подвести итог нашего эфира. Все-таки результат экспедиции вот прям буквально сделали вот это, вот это, вот это, будем делать вот это, вот это, вот это, а также в следующий раз поговорим передачи, например, вот об этом. Ну, что касается вопросов, на которые мы не дали ответа, давайте, как бы, может быть, не пообещаем, но по крайней мере постараемся, если эти вопросы будут все еще актуальны, если авторы перезададут, оставим их на будущей передаче. Вот, а что касается нашей темы, мне бы очень не хотелось подводить итог окончательный, я бы сказал, промежуточный, в любом случае в этой теме промежуточный итог, в том плане, что для меня все только начинается, хотя прошло 20 лет, и это и безумно много, с одной стороны, 20 лет заниматься расследованием любого дела, сами понимаете, любого следователя бы, если бы это было уголовное дело, давно бы уволили за профнепригодность, но, слава богу, нам денег не платят, и никто нам не указ, и никто нас ниоткуда не уволит, потому что мы сами себе здесь хозяева в этом, сами себе, так сказать, ставим задачу на расследование, но все равно немножко это, так сказать, удручает, с одной стороны, а с другой стороны, в одном я могу быть точно уверенным и благодарным вот этому событию, на которое мы потратили два десятка лет, оно, может быть, не дало нам четкого ответа, кем являлся Кыштымский карлик, ну, разве что, вот мы узнали теперь, что надо искать ответ, кем являлись Кыштымские карлики на самом деле, но зато за эти двадцать лет был найден совсем другой более, может быть, важный ответ, кем мы с вами являемся, считаем ли мы себя разумной цивилизацией или не считаем, вот этот ответ гораздо более актуальный и вот, к счастью, мне кажется, я близок к этому ответу, конечно к положительному, но если я не ошибаюсь и этот ответ действительно положительный, то в таком случае и Кыштымские карлики, все остальные карлики, многочисленные карлики, великаны и прочие разновидности галактических рас и народностей и прочих существ, все это, так сказать, знание о них дело наживное и очень скоро, может быть, тема нашего разговора станет настолько банальной и ответы, которые мы поднимали во время этого разговора станут доступны там любому пользователю интернета или энциклопедических изданий и это будут проходить в школах и изучать в институтах. В общем, одним словом, знание дело наживное, но первостепенно все-таки это знание о самих себе, знание о том, кто мы и каково место наше. Вот мы быдло земное или же мы великая, просвещенная гуманная цивилизация. Вот я буду рад, если мои догадки, мои варианты ответов на этот вопрос окажутся правдимы, если они будут похожи на ваши варианты ответов. Ну, в любом случае, будущее покажет ответы на все наши поставленные и непоставленные вопросы тоже. Благодарю тебя за интересное повествование, за интересную беседу, за интересный эфир. Пять часов двадцать минут наш эфир уже длится. Это, конечно, не рекорд, но много все равно. Придется его на две части как минимум разбивать. От себя скажу, что любое испытание, которое нам в жизни предоставляется, мы должны, в общем-то, наверное, принимать с благодарностью, потому что благодаря испытанию мы получаем какие-то новые качества, получаем какую-то новую информацию, новые знания. Представьте себе человека, лежащего на пляже, которому никакие испытания не даются. Вот он лежит, наслаждается жизнью и там покормит его, и напоит его, и уберут за ним, что только не сделают. Ну и что дальше? Вот он там двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто лет лежит такой счастливый и довольный. Ну и что это за жизнь такая? Понимаете, да? Вот. Любое испытание, оно все-таки делает человека лучше, наверное, потому что через испытания можно понять, прочувствовать страдания другого человека, понять радость жизни, понять ценность жизни, понять ценность чужой жизни, другой. Можно себя делать человеком. И еще в очередной раз призываю всех все-таки подумать, о том, что нам постоянно навязывают какую-то ложную историю. Нас хотят как-то, наши, вернее, восприятия хотят упростить, навязывая нам теорию, что мы какие-то очень примитивные, очень недалекие существа, что мы какие-то агрессивные, что мы какие-то там, не пойми какие, и нас надо постоянно кому-то облагоражить и так далее. Написано много трудов, трактатов по этому поводу, учебники в школе и в училищах и в институтах там много уже их было написано и переписано и так далее. Религии кучу сочинили, которые там рассказывают, как жить и так далее. Надо понимать, что наша все-таки древность не ограничивается ни тысячу летами, ни десятью тысячу летами. У нас гораздо более древное наследие. И если столько времени мы здесь существовали, если наши предки оставили здесь столько всего интересного, это говорит о том, что мы наследники все-таки очень высокоразвитых цивилизаций. И я не призываю как-то так гордиться под пиво сидя, там, как сейчас многие такие пивные патриоты сидят там а-ля у лё, там, что-то поют такое и так далее. Нет, я предлагаю быть патриотом в хорошем смысле этого слова. То есть любить Родину, любить себя, изучать наше наследие и становиться лучше. Потому что настоящий человек это хозяин своей земли. А если человек не ведает о том, кто он такой, какие его предки, ну какой он может быть хозяин? Итак, благодарю тебя, Вадим, за то, что ты присутствовал очередной раз в нашей передаче как очень интересный докладчик, очень интересный соведущий и очень интересный рассказчик. Наших радиослушателей благодарю за внимание проявленное, потому что все-таки пять часов с лишним столько сидеть и слушать, это надо, ну, наверное, очень интересоваться этой темой. Напоминаю, что сегодня уже не третий, а четвертый августа по одному из современных календарей 2016 года уже четверг, а по одному из старинных продолжается пока 33-й день месяца получения дорог природы до 7524 года асьмица. Мы говорили про итоги экспедиции Кэштейн-2016, главный автор соведущий Вадим Чернобров. Тех, кто празднует День Бога Перуна, тех поздравляю, кто не празднует, тоже поздравляю. Отдыхайте, желаю вам всего самого-самого доброго. Заканчиваю передачу, до новых встреч, услышимся. До связи, до встречи. Народное Славянское Радио Для пытливых умов Народное Славянское Радио Все нужно, все важно.